По традиции, именно в феврале руководители муниципального образования выступают с отчетом об итогах деятельности за прошлый год. 2016 год был переломным в уходе от монозависимости города. Главным результатом работы стало получение статуса территории обережающего социально-экономического развития, отметил в своем отчетном докладе глава администрации Борис Беляев. ТОСР – это старт новому этапу развития, именно развития города. Мы добились того, чего хотели. Следующим результатом к 2018 году должны стать запуск в городе 10 новых производств с общим объемом инвестиций в 5 миллиардов рублей и создание 2000 новых рабочих мест. Все это позволит городу уйти от монопрофильности. Наиболее важными и успешными направлениями в деятельности администрации были привлечение инвесторов и поддержка бизнеса, подчеркнул Борис Владимирович в докладе. Крупнейшие инвестороположения произведены на основе соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов по строительству инфраструктуры маслозавода в селе Маячный. Благодаря этому соглашению для маслозавода были построены линии электропередач и газопровод, и автомобильная дорога. В текущем году продолжится реконструкция железной дороги и строительство очистных сооружений. Готовность основной инфраструктуры ускорила ввод в июне прошлого года первой очереди маслозаводного завода. На протяжении предприятия уже создано более 100 рабочих мест. К окончательному вводу ожидается создание еще около 400 новых рабочих мест. Всего же за прошедший год в Кумертау было создано 269 новых рабочих мест, 63% из них в промышленном производстве. А за два прошедших года создано 520 рабочих мест. Для привлечения инвесторов и развития производства возле аэродрома готовится земельный участок под первый индустриальный парк. Ведется поиск резидентов. Для ознакомления с городом потенциальных инвесторов в прошлом году был проведен инвест-пикник. В итоге территории заинтересовались крупные компании. Компания «Магеллан» открывает швейное производство с созданием 50 рабочих мест на первоначальном этапе. Компания «Халис» открывает домостроительный комбинат на территории бывшего 33-го училища. Компания «Муромец» рассматривает возможность строительства завода по сборке зерноуборочных комбайнов на 70 рабочих мест. Инвестор из Уфы планирует открытие кирпичного завода на 100 рабочих мест. Программа развития «Моногорода», включающая более 40 инвестиционных проектов, находится под контролем линейного менеджера ФРМ. Четыре проекта на сегодня успешно реализованы. В том числе компания «Объектив» выигран грант в размере 7 миллионов рублей на создание Центра инновационного творчества «Робототехника». В 2016 году существенную финансовую поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства. Мы добились шестикратного увеличения объема софинансирования мэр поддержки из республиканского и федерального бюджетов. Всего освоено 98 миллионов рублей. Это третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга. И беспрецедентный показатель для малых городов России. Получателями поддержки в текущем году стали 110 предпринимателей нашего города, которые взяли на себя обязательство создать в течение шести месяцев 230 новых рабочих мест. Успехи достигнуты в области образования, молодежной политики и спорта. Много значительных событий произошло в сфере культуры. Был открыт кинотеатр «Горняк» с современным залом. В город возвращен дворец угольщиков. Сейчас там ведется ремонт. Было отмечено, что в реконструкции нуждаются многие учреждения, в том числе и историко-краеведческий музей. Проект у нас прошел экспертизу. Определена стоимость работы в 20 миллионов рублей. И следующий шаг – поиск инвесторов или возможности федерального или регионального финансирования. Сохранить историческое наследие Кумертау и в целом юга Башкирии важно для всех нас. И мы просим вас, уважаемые Редит Тагировна, поддержать коммерсаусов в этом стремлении, создать уникальный музей. В докладе прозвучали и задачи на текущий год. «Основная цель всей нашей работы – это улучшение условий жизни людей, их благосостояния и социальное благополучие», – отметил глава администрации. В завершении он поблагодарил руководителей предприятий, общественных организаций, инициативных жителей города за поддержку и активную жизненную позицию. В своем выступлении министр финансов Реда Субханкулова дала высокую оценку деятельности администрации города. «То, что вы стали городом, опережающим территориального развития, конечно, это большая заслуга Бориса Владимировича. Надо сказать, что не столько, наверное, органов власти. Вот он начал эту работу, надо к его чести сказать. И вы стали таким городом. Но это как бы начало пути. Это только начало пути. Сейчас уже начинается у вас самый ответственный период, что, да, вы в такие условия попали, но привлечение инвесторов и развитие города – это задача еще больше, чего вы до сих пор вкладывали. Это там 10% того, что вы могли бы сделать. Конечно, это потребует и от нас определенных усилий, но все равно путь правильный. Путь правильный. Нацеленность тоже правильная, чтобы весь город нацелить на то, чтобы направление в этом работает. И я считаю, путь будет очень правильный. Я вам желаю больших успехов в реализации всех тех планов, которые вам обозначены. Я думаю, что это вашему руководству всем вам по плечу. Желаю вам успехов. Впечатлены были достижениями города и участники заседания. Я считаю, что доклад был очень хорошим, содержательным, потому что отразил все итоги, которые достигли были за прошлый год. А итоги действительно впечатляющие. Город вошел в территорию опережающего социально-экономического развития. Это очень хорошо для города. Я думаю, что перспектива у города хорошая. Честно говоря, я очень волновалась почему-то внутри, перед выступлением Бориса Владимировича, потому что доклад об итогах – это ведь и наши итоги, всех жителей. И было такое сомнение. Но поймала себя на мысли, когда Борис Владимирович читал доклад, что меня посещало такое чувство гордости за всех нас. И я ощутила историческую важность этого периода, всего 2016 года. Да, это была на самом деле очень плодотворная, очень необычная работа. И второе, что я ощутила, что теперь у нас еще больше ответственности. Действительно, Кумертау есть чем гордиться. Результаты Кумертау просто отличные. Надежда очень большая, что Кумертау еще выше поднимет свои результаты, и жизнь станет лучше и прекраснее. Я считаю, что прошел 2016 год был очень успешным для нашего города. Самое главное, мы получили статус территории, оближающей социально-экономическое развитие. И это дает новые перспективы для дальнейшего развития города. Наградили в этот день людей, которые внесли значительный вклад в развитие города, прибавили славу своим трудом. Люди разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации городского округа. Наградами были отмечены работы по подготовке спортсменов, вклад в развитие электронного образования, результаты деятельности в сфере молодежной политики. Также были подведены итоги конкурса среди дошкольников и школьников создания легенды о Бабае по первоначальному названию Кумертау. Символично, что итоги года подводятся накануне дня рождения города. Этому событию был посвящен праздничный концерт. В программу были включены лучшие номера вокальных и танцевальных коллективов города.